Сан-Фуан и Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море. Ла-Диана. Это всегда была одна и та же песня, та же мелодия. Под нее пробуждались войска его величества короля Испания. В то время как за тысячи морских милетних в родной Испании уже наступала сиеста, здесь, в Карибике, так начинался новый день. Каждое утро с восходом солнца барабанный бой поднимал солдат и созывал их на перекличку на площадь перед казармой. Там пронзительные звуки свистков перемежались с громкими командами офицеров. Гарнизон крепости Сан-Кристоболь был готов к несению службы и отражению любой вражеской атаки. Он охранял форт, город Сан-Фуан, а значит и Пуэрто-Рико, богатую гавань. Пуэрто-Рико остров. И на подступах к нему связаны с ним мостом и тоже остров Старый Сан-Хуан. Охраняемый сушей крепостью Сан-Кристоболь, Старый город растянулся примерно на два километра. Тесно прижавшиеся друг к другу дома и церкви создают идиллическую картину. При этом большинство зданий, построенных в 17 и 18 веках, десятилетиями были добычей разрушения и бродяг. Да и теперь несведущих предостерегают, ночью надо держаться подальше от Ла Перла, скопища бараков вблизи кладбища. Жизнь и смерть в Сан-Хуане всегда шли рукооборку. Обширная пустошь, ведущая к кладбищу – ничто иное, как еще одно поле битвы – на оконечности острова Эль-Мора. Подобно богу огромного боевого корабля врезается этот форт в море. В честь короля Филиппа II полное имя звучит как «Кастильо де Сан-Филиппа дель Мора». Отсюда можно было держать оборону с четырех различных уровней во всех направлениях. Бастион для защиты гавани, заложенный в 1634 году, был завершен в 1783. Это один из самых поразительных образцов испанской военной архитектуры. И все же не первая и не самая старинная линия обороны города. Эта честь принадлежит Ла Фортелезе – стратегическому недоразумению, о доблестном прошлом, которого сейчас вряд ли помнят. Построенная в 1540 году на незащищенной южной стороне города, Ла Фортелезе скоро утратила свое назначение военным объектом. Она стала официальной резиденцией губернатора. В октябре 1595 года здесь ожидало отправки в Испанию некое сокровище, и гарнизон был приведен в состояние полной боевой готовности. Неотрывно всматривались солдаты из Горита, с маленьких караульных будок, в морскую даль. При устройстве этих башенок испанские архитекторы выказали много фантазии. Среди них не найти и двух одинаковых. Чувства солдат, несущих там караул, были напряжены до предела. Каждый знал, что в гавани стоит судно с пробоиной. Его груз золота на время ремонтных работ перенесли в Ла Фортелезе. И каждый знал, враги тоже наслышаны о сокровище и попытаются отобрать его. «Тревога! Лос-Инглесес! Англичане идут!» Вот оно, нападение которого так боялись. Сэр Фрэнсис Дрейк во главе 20 атакующих кораблей. Ответ испанских батарей был уничтожающим. Одно из 28 пушечных ядер ударило прямо по каюте сэра Фрэнсиса Дрейка. Оно убило двух офицеров, с которыми в это время обедал главнокомандующий. Легендарный капитан уцелел каким-то чудом. И три дня подряд щетно пытался взять реванш непрерывной канонады. Но стены Эль Мора доказали свою несокрушимость. Потери с обеих сторон были очень велики. И, наконец, англичане отступили и ни с чем повернули обратно. «Грасиаса, сеньора! Хвала Господу!» Пуэрториканцы всегда были и остаются людьми богобоязненными. И здесь, как во всех колониях, благодарность Богу за Его милость и помощь выразилась в постройке церквей. В Сан-Хуане есть три дома Господня. Самый большой и поразительно красивый – собор. Улицы Сан-Хуана окрашены в бирюзово-голубые тона. Голубизна от базальтовых камней, которые на испанских судах использовались в качестве балласта. А фасады домов иногда отличаются резко контрастными цветами. Явный признак жизнерадостной беспечности их жильцов. Это качество создавало Пуэрторико репутацию легкой добычи и завидной цели. Лишь спустя три года после злополучного штурма англичане вновь попытались счастье. На сей раз королева Елизавета I послала другого знаменитого пирата – сэра Джорджа Клиффорда, графа Кемберлянского. Он решил не повторять ошибку Дрейка – атаку с сильно укрепленной стороны моря. Клиффорд напал с тыла, с суши. Превосходство противника было явным. Тем более, что из-за нехватки средств численность гарнизона сократили на 170 человек. Ослабленный гарнизон был вынужден сдать Эльмора. Триумф Кемберлянд оказался бесспорным. До тех пор, пока летняя жара не превратила его победу в сокрушительное поражение. Большая часть английского войска заболела, и более 400 солдат умерли. Чтобы вся его команда не стала жертвой смертоносного климата, Кемберлянд решил отступить. Сан-Хуан отслужил благодарственную мессу. После этой неожиданной победы у п.р. тариканцев имелись все основания благодарить своих небесных покровителей и верить в Божью помощь. Новое торжество над ненавистными англичанами праздновали не только в церквях. Оно выплеснулось на все улицы. Для города началось благодатное мирное время. Оно длилось 25 лет. Годы, когда далеко от Сан-Крестоболя и Сан-Хуана выросла другая, молодая нация мореходов. Выросла и окрепла, чтобы стать опасным соперником. Голландцы начали осложнять жизнь испанцам во всех морях. Богатая гавань Пуэрто-Рико особенно привлекала их. Осенью 1625 года на горизонте появилась армада из 17 голландских судов. 26 сентября на рассвете флот открыл огонь. В то же время 800 человек высадились на берег с тыла. Сомкнутыми рядами полк вступил в центр города и нашел пустые улицы, пустые дома и несколько больных стариков. Прочие жители Сан-Хуана укрылись в Эльмора. Гарнизон имел достаточно провианта. Его запасли с расчетом на длительную осаду. К воротам подошел парламентарий и в ультимативной форме потребовал капитуляции. В противном случае, заявил он, все осажденные падут от меча, даже женщины и дети. И вновь заработала беспощадная военная машина. Отвергнутый ультиматум, артиллерийская дуэль на протяжении 21 дня. Новый ультиматум с угрозой. На сей раз сжечь город дотла, если он, наконец, не сдастся. В конце концов, защитники все же выиграли. И проиграли. Выиграли, так как осаждавшие отступили. И проиграли, потому что они оставили за собой лишь прах и пепел. Сан-Хуан был сожжен, и в Испании возник план. Как положить конец, то и дело, возобновлявшимся атакам? Укрепление со стороны суши решили превратить в одно из мощнейших в новом свете партификационных сооружений. Ла-Принцеза, бастион, обращенный к морю. Иль-Абаника, клиновидный вольверк. Начиная с них, здесь выросли пять независимых друг от друга крепостей. Все связаны между собой запутанной сетью туннелей и рвов. Всякий раз, когда одну из позиций вынуждали сдаться, защитники переходили в следующее. И так до тех пор, пока не оказывались под укрытием стен мощного форта Сан-Крестоболь. Сан-Хуан стал оборонительным сооружением первого ранга, как требовал король Карлос IV. Это было заслуга и двух орландцев. Служая испанской короне, фельдмаршал Александр Орейли уже трудился над модернизацией крепости на Кубе. В 1765 году он прибыл в Пуэрто-Рико и встретился там с инженером Томасом О'Дейли. Как сконструировать стену, которая без особых повреждений могла бы выдержать удар пушечного ядра весом до 12 килограммов? Решение строить надо по принципу бутерброда. Блоки из песчаника с внешней и внутренней стороны, между ними пространство в несколько метров шириной. Оно заполняется массой из каменной крошки, кирпича и сырого известкового раствора. Более 400 человек работали каждый день под стенами Сан-Крестоболя. Среди них не только местные рабочие и ремесленники. По приказу короля воры, убийцы и прочие осужденные с тюрем Кубы и Мексики. В 1783 году, после 20 с лишним лет строительства, крепости были готовы. Весь остров окружали стены метровой толщины. И так более 200 лет ушло на усовершенствование крепости. Но XIX век доказал бесплодность всех усилий. Цель была достигнута. Старый Сан-Хуан укрылся за мощнейшими фортами и стенами. Но не стало врагов, которые пожелали бы преодолеть или разрушить все эти преграды. «Ля Петрета» Всегда одна и та же мелодия. Та песня, под звуки которой испанские солдаты вечерами возвращаются в казармы. В 1898 году, по окончании Испано-Американской войны, Пуэрто-Рико перешел к Соединенным Штатам. Решающие сражения происходили теперь где-то далеко, в иных местах. А Сан-Хуан обрел, наконец, долгожданный покой. Режиссер Ральф Штрёле. Операторы Жан Лейблю и Гильберто де ля Пенза. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова